Глюкоза вернулась на родину. Полгода певица тусовалась в Испании. Там Наташа Ионова успела позагорать и родить второго ребенка. Однако роль молодой мамочки глюкозе быстро надоела. И как только певица пришла в форму, сразу взяла билет в Москву. Для презентации новой пластинки глюкоза выбрала место весьма странное. Подвал, найти который без 100 грамм и фонарика было сложно даже фанатам певицы. Первыми счастливую и загоревшую Наташу Ионову увидели поклонники и журналисты. Глюкоза удивила не только отличными вокальными данными, но и подтянутыми формами после родов. Если ты не хочешь потом остаться с большой попой, надо за ней как-то следить. С первым ребенком я это не понимала, поэтому поправилась на 16 килограмм. Целых полгода певица провела на пляжах Испании и возвращаться на родину даже не планировала. Но деньги, как известно, имеют свойство заканчиваться. И свое триумфальное возвращение Наташа как раз подгадала к елкам и корпоративам. Алчность, Новый год, елки. Не хотелось их пропускать. Нет, если честно, уже надо было запускать альбом, потому что он был готов. Вместе с Наташей домой вернулись и две ее дочки – 4-летняя Лида и 2-месячная Вера. Старшая она бы какая-то у меня более мультяшная, такая, нет, рви и выбрось такая вот. Ну как я, наверное, она больше меня. А это какая-то такая эстетская. Вот так смотришь ее, держишь, думаешь, господи, что же я ангела какого-то держу. Кстати, подруги певицы Татьяна Лазарева и Елена Супрун, видя такие успехи Наташи, сделали ей подарок с намеком – сережки в виде фалоса. Чтобы певица занималась не презентациями альбомов, а улучшала демографическую ситуацию в стране. Это у нее получается очень удачно. Ну такие вроде сережечки, сережки, я там присматриваюсь, а там такие маленькие, как сказать, членчики такие мужские. Она мне когда дарила, говорила, это от Супрун и меня. Это чтобы обязательно еще был мальчик. К вопросу о мальчике глюкоза обещала обязательно вернуться, но не раньше, чем лет через семь. Дима Бакеев, Дима Гнатюк, Ньюсблог МТВ.